Иван Доброрезов Иван Доброрезов Иван Доброрезов Профессионалы, друзья, это люди, которые зачастую генетически очень одарены И они прошли уже немаленький путь к своему мастерству Вам же, кто только начинает, их тренировки и упражнения могут только навредить Получить вы можете травму или банальную перетренированность А если вы будете следовать нашим советам, то в скором времени вас ждет успех Ну пусть даже на соревнованиях начального уровня, тем не менее Это не раз и не два подтверждено опытом моих учеников Которых я тренировал, как говорится, начиная с нуля И доводил некоторых до уровня призеров международных турниров Значит мы с вами начнем строить армейсерскую базу Которая отличается от обычного ФП более узкой специализацией И направленностью на дальнейший спортивный рост и на дальнейшую перспективу Заниматься по данной программе вам нужно будет 8 недель О периодизации и распределении нагрузки я расскажу в конце ролика Всего роликов будет 3 Два из них посвящены тренировкам с отягощениями И один в работе за столом Сегодня первая часть и первая тренировка Запоминайте или записывайте упражнение Итак, поехали Первым упражнением нужно делать, выполнять, вернее, лазание по канату Конечно, если он есть у вас в зале Это упражнение прекрасно развивает все мышцы верхнего плечевого пояса Начиная от дальтовидных и заканчивая прессом Также оно очень хорошо прорабатывает сухожилия Лазить нужно перед каждой тренировкой по 3 подхода Соответственно, вверх и вниз Это считается за один целый подход Если же у вас в зале каната нет или нет возможности лазить То начинайте свои тренировки Еще раз уточняю каждую тренировку с подтягиваний на перекладе Подтягиваться можно любым хватом, каким вам удобно На вашем этапе начальном это абсолютно не принципиально Упражнение также хорошо прорабатывает верхний плечевой пояс Подтягиваться также надо 3 подходика, но до отказа Каждый подход Канат или подтягивания у нас идет как силовая разминка А первым упражнением в сегодняшнем тренировочном комплексе Мы делаем тягу гантелей к животу в наклоне Это упражнение великолепно развивает широчайшую мышцу спины Также укрепляет бицепс, плечево-чевую и необходимые сухожилия для армрестлинга Его рекомендуется делать всем, как новичкам, так и более профессиональным спортсменам Ну, естественно, для новичков оно является просто необходимым Итак, делаем его первым упражнением Вторым упражнением мы делаем молотковый подъем Стоя, без упора, обязательно Можно его делать вот с таким приспособлением, как вы видите Делает Роман в ролике Или можно делать это гантелей Или с помощью еще одного приспособления, которое вы увидите позже Делать вам нужно обязательно его в полную амплитуду Роман делает в амплитуде частичной Поскольку он уже является профессиональным атлетом И в данный момент прорабатывает свои слабые стороны и рабочие углы И вот у самого приспособления Это параллельный гриф Можно также молотковые сгибания выполнять с ним В принципе, чем вы будете делать гантелей Или этим грифом, или вертикальным грифом Не принципиально В следующем, третьем по счету упражнении мы будем укреплять мышцы пронации И, конечно же, мышцы предплечья, к которым они относятся Кладем руку на любую поверхность Я для этих целей использую стол Берем пояс от кимоно Вешаем на него вес И, как видите, делаем полностью вращательное движение кистью С самой крайней нижней точки амплитуды Упражнение обязательно всем для выполнения Поначалу вам будет некомфортно его делать, непривычно Но впоследствии вы привыкнете И в результате выполнения получите стальную крепкую кисть Четвертое упражнение Подъем штанги на бицепс Особо о нем говорить нечего Оно всем знакомо Обязательно делайте в полную амплитуду И обязательно с изогнутым грифом Выполнять можно чуть медленнее, чем делаю я на видео Поскольку я в данный момент разминался, когда сниму После бицепса мы делаем сгибание кистей На горизонтальной поверхности со штангой Делаем это обязательно в полную амплитуду И старайтесь при выполнении глубоко заворачивать кисти Сразу их разрабатывайте Но не спешите, чтобы не было никаких болевых ощущений в кистях То есть потихоньку-потихоньку увеличивайте веса И последнее на сегодня упражнение Это работа над отведением Изолированная работа Кладете руку на какую-нибудь поверхность Я опять-таки использую здесь стол И делаете отведение в полную амплитуду Следите за тем, чтобы движение было чистым Чтобы не было никаких ревков кистями И точно так же не стремитесь сразу поднять тяжелый вес Мышцы и сухожилия отведения очень маленькие Очень тонкие И их очень легко травмировать Нежелательно это делать на начальном этапе Да и вообще, конечно, нежелательно получать травмы Ну и сейчас мы подошли к самому главному Как же нам выполнять все вот эти замечательные упражнения И пока вы видите на видео, как мы спаррингуемся и балуемся за столом Я вам расскажу, в каком режиме выполнять все упражнения Запоминайте или записывайте А в конце моей речи будет некая табличка В которой вы наглядно увидите, как распределены Как же нам выполнять все вот эти замечательные упражнения Пока вы видите на видео, как мы спаррингуемся и балуемся за столом Я вам расскажу, в каком режиме выполнять все упражнения Запоминайте или записывайте Всем привет, с вами Артем Варес Ваня немножко поторопился И обо всей периодизации и прочем-прочем Мы расскажем во втором видео, в котором будет показана вторая тренировка И во втором, получается, в нашем заключительном видео Мы уже расскажем о периодизации О том, сколько, как и на сколько будет эта программа По сколько подходов делать По сколько тренировок нельзя проводить И прочее-прочее, все детали, моменты разберем Ставим таблицу, чтобы было все понятнее Может, зададим какой-то файл И все это выложим большим куском Сейчас можно просто посмотреть на это видео Добавить его в закладки Посмотреть, как ты можешь попробовать упражнения Задать какие-то вопросы до того, как мы сняли вторую часть В общем, как-то так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!